Мне было бы лично сложно желать поражения своей стране. К счастью, я в данном случае не нахожусь в положении такого выбора. То есть, на мой взгляд, поражение – это тогда, когда страна что-то теряет. А вот в этом случае поражение, не важно, что она теряет, землю она теряет, будущее она теряет, еще что-нибудь. Вот в войне в Украине для России военное поражение Путина означает победу для страны. Это совершенно однозначно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если бы Путину удались его планы, если бы ему удалось захватить Украину, стабилизировать власть, то, скорее всего, что положение России ухудшалось бы дальше и дальше. И в конечном итоге это бы все дошло бы до огромной всеевропейской войны. Это не факт, что сейчас не дойдет, но просто Украина своим мужеством, она, в общем, этот вариант, во всяком случае, сделала менее вероятным. Поражение же Путина в этой войне означает для России, как для страны, некую победу, потому что путинская власть в результате ослабнет, и весь вопрос дальше будет, сумеем ли мы этой победой воспользоваться, либо мы этой победой не сумеем воспользоваться. Ну, что с этим поделаешь? Это уже зависит только от нас. И дальше возникает вопрос. Если мы говорим, что воюют, на самом деле эту войну начал Путин, то почему у этой войны такая существенная поддержка внутри страны? Ну, собственно, веймарский синдром никто не отменял. То, что значительная часть российского общества поражена вот этим вот имперским синдромом такой в стадии уже, знаете, такие боли воспоминаний. Так вот, да, фантомные боли, с этим ничего не поделаешь. И, собственно говоря, это доказывает, что особенно сильны эти настроения именно в поколении 50+, а поколение 30-, оно практически этих фантомных болей лишено. То есть это вот действительно фантомные боли. И то, что я сошлюсь на Владимир Борисовича, у человека гангрена, но он при этом не хочет терять руку или ногу, если ему даже антибиотики не помогают. Ну, что здесь поделаешь? Чтобы человека спасти, иногда нужно отсечь вот самую руку или ногу. И тогда человека спасаешь, он дальше живет, в общем, достаточно счастливую жизнь. В нашем случае, к тому же, речь о том, что что-то отсекать придется, не приходится, собственно говоря, ни у кого, ни у западной коалиции, ни, собственно, у Украины нет никакого желания отрезать от России какой-то кусок. Они говорят, господи, когда же вы уберетесь с нашей территории? Вот уберитесь и делайте там у себя что хотите. И вот здесь мы возвращаемся к тому, а что мы хотим? Если мы хотим по-прежнему восстановить империю, и если старшему поколению, вот этому 50+, эта возможность будет по-прежнему предоставляться, ну, наше будущее печально. Если мы хотим строить нормальное государство, богатое, благополучное, то для нас все в этом смысле дороги открыты, все возможности есть, никто нам не угрожает, никто нам не мешает строить свою жизнь так, как мы бы этого хотели, если мы не лезем в дела других. Так что для меня поражение Путина есть победа России. Путина Путина